Библейский портал экзегет.ру представляет Послание к евреям, 4 глава. Я читаю свой собственный перевод для библейского портала экзегет. Такое странное послание, не похоже на большинство других, да на все другие не похоже. В нем темы, как на восточном ковре переплетаются, узоры такие очень сложно сплетенные. Не то, что обычно бывает. Сначала одно объяснили, потом другое, потом третье. Здесь одно долго и подробно, потом возникает вторая тема. С самого начала Христос выше ангелов. Тут же возникает тема спасения. Ангелы – помощники людям в спасении. А Христос имеет опыт страданий и смерти, потому может помочь людям. Вообще-то, он еще первосвященник. А как мы на все на это смотрим? Вот краткое содержание первых трех глав. И эти темы переплетаются, переплетаются, переплетаются. В третьей главе появилась тема страны Божьего покоя. Пример из Ветхого Завета. Израильтяне вышли из Египта, но некоторые из них возрабтали, возмущались, не доверяли Богу. Соответственно, они были уничтожены, погибли в пустыне во время этих странствий. И рожденные рабами не вошли в страну Божьего покоя. Бог их туда не пустил. Что такое страна Божьего покоя? Ну, вот в этом примере это, конечно, Ханаан. Это земля обетованная. А что это значит на более высоком уровне? Обещание впустить нас в страну Божьего покоя остается в силе. Но вот чего надо нам опасаться. Как бы кому из нас его не утратить? Это как? Послание к евреям, напомню. То есть, они в массе своей живут как раз в той самой стране, в Ханаане, где когда-то вот их народ, собственно говоря, и осел. И что в этом такого, как призыв, как обещание, они там уже давно. Значит, страну Божьего покоя надо понимать как-то иносказательно. Как, в общем-то, весь Ветхий Завет понимается в этом послании. И это иносказание, обещание, которое можно утратить. Что же это за страна Божьего покоя, пока не ясно. И тоже вот такой восточный, восточный стиль, так постепенно все. Не вот четкие формулировки и логическое построение, а такое, скорее, поэтическое описание, которое плавно приводит нас к вот этой конечной идее. Нам тоже была возвещена эта благая весть, как и древним. Только тогда она не принесла пользы тем, кто ее услышал, но веру к ней не прибавил. То есть мы в том же положении, что израильтяне вышли из Египта. К нам обращен призыв, нам обещано что-то. Но тогда вот те, кто просто послушал, но не поверил, они ничего не получили. И у нас есть, к сожалению, та же самая возможность. В страну покоя нам открывает доступ только наша вера. Как и сказано, поклялся я тогда во гневе, не войти им в страну моего покоя. Вот здесь мысль та самая, которая во всех посланиях Павла. Только верой, только верой человек обретает спасение, но выражена иначе. Входим в страну Божьего покоя только по вере. Смысл, конечно, один и тот же. Что же такое страна Божьего покоя, которая явно уже не Ханаан как территория, но некое понятие, куда приходят люди. Бог покоится. Притом труды его были завершены еще при сотворении мира. В другом месте сказано о седьмом дне. И почил Бог в день седьмой от всех трудов своих. Это, конечно, рассказ о сотворении мира. То есть Бог не творит больше мира, он находится в этом состоянии покоя. Казалось бы. То есть, вот страна покоя – это место его пребывания. Так можно понять? Но вернемся к словам. Не войдут в страну моего покоя. Вот восточный ковер. Да одно, появилось что-то другое, и возврат к прежнему. Итак, некоторым еще только предстоит в нее войти. И те, кому это было прежде возвещено, не вошли из-за своего неверия. Повтор из прошлого. Стало быть, к нам обращено это слово. Оно нас призывает в место, где пребывает Бог. Но мы можем туда войти или не войти, в зависимости от того, верим или нет. Но Бог вновь определяет день сегодня. Было в прошлой главе слово сегодня. Пока можно говорить сегодня. И спустя столь долгое время говорит через Давида, как сказано выше, сегодня, если вы услышите голос его, не ожесточайте сердец ваших. Итак, сегодня – такое интересное слово. Оно каждый день обозначает новый день. Правда? Вот сегодня у нас такое-то число. А завтра я скажу сегодня, и это будет уже следующее число. Сегодня – это здесь и сейчас. Сегодня – это то состояние, в котором мы находимся. Вот если сегодня, здесь и сейчас, такие, какие вы есть, услышите голос его, не ожесточайте сердец ваших. Легко сказать, тогда давно. Было там что-то. Или в будущем, в великом и славном, будет. Да? А вот вы сегодня живите. Это призыв к вам сегодняшним. Каждый день новым. А покой-то, покой. Мы все не разобрались с этим покоем. Если бы этот покой дал им на Иисус новин, тот, кто вел из религия на обедованную землю, после него уже не шла бы речь о другом дне. То есть, израильтяне вошли в Ханаан под руководством Иисуса Новина, но это еще не было исполнение обетования в полном смысле слова. Тогда не нужно было бы повторять про этот субботний покой в пророческих текстах и в псалмах. И для народа Божьего сохраняется субботний покой. То есть, это понятие еще впереди. Это что-то такое, куда мы идем. Кто вступает в Божий покой, отдыхает от собственных трудов, как Бог от своих. Но это вообще суббота. Послание это к евреям. То есть, субботний покой, когда люди прекращают работу и занимаются и молитвой, и просто отдыхом, и общением друг с другом. И вот, собственно, этот субботний покой становится образом такого покоя в вечности, когда это не бездеятельность, это не вечный покой. Это часто понимается как отсутствие всего. Нет, скорее, как отсутствие трудов, но не отсутствие возможностей для радости, возможностей для общения и так далее. Бог отдыхает от собственных трудов, но не устраняется из этого мира. Так постараемся же вступить в тот самый покой, чтобы нам по образцу предков не отпасть в неверие. Ну вот, краткое резюме про этот покой. Слово Божье живо и действенно. Оно острее меча обоюдоострого. Бывают мечи с одной стороны, только заточенные. Бывают с двух. Проникает туда, где душа разделяется с духом, а суставы с костным мозгом. Оно судит сердечные помышления и стремления, и помыслы, и ничто из сотворенного не тайно пред ним. Все обнажено и открыто его взору. Пред ним держать ответ и нам. А при чем здесь это? Субботний покой, субботний покой, вдруг Слово Божье. Слово Божье не только как текст. Есть текст, но здесь куча цитат из Ветхого Завета, очень много этих цитат. И, конечно, вот оно, Слово Божье. Но одновременно Слово Божье – это некое действие Бога в этом мире, которое раскрывается всего лишь в этих словах. И тем самым оно показывает, какие мы. Оно тем самым нас разделяет на составные элементы, не в том смысле, что расчленяет, как меч, там, порубили кого-то на куски. Но вычленяет из нас все. И вот, соответственно, вера или неверие – то, что проявляется в нас перед Словом Божьим. То, что именно Словом Божьим в нас раскрывается, показывается, есть оно вообще там или нет. И поэтому нужно быть очень внимательным к тому, что внутри нас. Есть у нас Великий Первосвященник. Уже было про Первосвященника, но тема эта еще только начинает раскрываться. Есть у нас Великий Первосвященник, насквозь прошедшие небеса, Иисус – Сын Божий. В том, что Он Сын Божий, в первых двух главах очень подробно. Будем же держаться нашего исповедания. И не таков наш Первосвященник, чтобы было ему чуждо, сочувствия к нашим немощам. Он искушен во всем, кроме греха. И этим подобен нам. Первосвященник приносил жертвы, приносил самые главные жертвы в Ветхозаветном храме. И Христос тоже принес жертву, причем самую главную жертву, Голговскую, сам себя принес жертву. Он – наша жертва, Он – наш Первосвященник. И одновременно Он – тот, кто был в нашем теле, тот, кто имеет опыт жизни как человека, и поэтому Он, уже об этом говорилось, Он искушен, имеет опыт этой человеческой жизни, поэтому может помочь. И здесь это повторяется, уточняется, искушен во всем, кроме греха. То есть греха Он не совершал. Итак, приступим дерзновенно к престолу благодати, чтобы получить нам милость и обрести благодать себе в помощь в должный час. Вот тот самый престол благодати, престол, как место, где совершается жертвоприношение, перед ним стоит Первосвященник Иисус. А что Он за Первосвященник? И чем, собственно, он отличается от тех Первосвященников, которые были в Иерусалимском храме? Весьма вероятно, еще продолжали приносить жертвы, когда писалось это послание, в 70-м году был разрушен храм, и все это прекратилось. Вот чем Иисус от них отличается, об этом послание поговорит в пятой главе. Продолжение следует...